Дима Терпуг Главное для маленьких посетителей – уловить настроение новых приятелей можно без слов. У детей серьезные нарушения слуха, но здесь это совсем не важно. Между животным и ребенком тут же налаживается безмолвная связь. Дима готов белухам отдать сразу всю рыбу. Катя морских исполинов немного побаивается. Но впереди у ребят еще много всего интересного. Для воспитанников интерната, для слабослышащих устроили индивидуальную экскурсию в Приморском океанариуме. Дети эти особенные. И когда он улыбается, смотрит тебе в глаза, берет тебя за руку. То есть тебя переполняют невиданные эмоции. Ребенок тебе открывается, доверяет что ли. И ты чувствуешь себя каким-то счастливым человеком. Абсолютно счастливым. Абсолютно счастливым совсем скоро почувствует себя и 7-летний Дима Терпугов. Месяц назад Росфонд вместе с вами, зрителями 8-го канала, помог интернату собрать деньги на новый слуховой аппарат для мальчика. Его историю мы рассказывали вам месяц назад. У Димы двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. У мальчика никогда не было семьи. Мать отказалась от него еще в роддоме. Три года назад ему оформили инвалидность. Врачи предполагают, что причинами заболевания могли стать частые ОРВИ в первые годы жизни, которые и привели к воспалительному поражению слуховой трубы. Он к нам прибыл, у него был аппарат, но, к сожалению, этот аппарат, наверное, неправильно подобран, потому что ребенок жалуется на то, что ему мешают в ухе, на то, что у него голова болит. Поэтому он его и не носит практически. Но я не знаю, аппарат, наверное, уже не соответствует современным требованиям и с его возрастом. В медицинском центре слуха Диме подобрали соответствующие мощные многоканальные слуховые аппараты, которые делают то, с чем не справляется собственная система мальчика. Усиливают звук, разделяют речь и фон, не создавая при этом шум и свист. Но такой стоил 205 тысяч рублей. И теперь, благодаря вашей помощи, совсем скоро для Димы откроется совершенно другой мир. Школа бы, конечно, самостоятельно никогда бы не собрала такую сумму с минимальным бюджетом, который выделяется для финансирования. То, что сделали, это такое доброе дело, конечно, и настолько быстро это сделано и активно было, что я думаю, что это просто большой-большой плюс и большое счастье для Димы. Сейчас мальчик живет во Владивостоке в интернате для слабослышащих детей. В этой же школе учится и Катя. Несколько лет назад ее забрали из неблагополучной семьи. Родители, которые вели асоциальный образ жизни, лишили родительских прав. Родного брата Сережу поместили в дом ребенка. Из-за плохого ухода в младенчестве и в детстве Катя часто болела. Хронические воспаления вызвали проблемы со слухом. Сегодня у девочки хроническая нейросенсорная двусторонняя потеря слуха третьей степени. И заболевание прогрессирует. По полису Катю обеспечили звукоусиливающим аппаратом. Но, как и у Димы, выданное устройство вызывает у ребенка дискомфорт, пищит и издает неприятные звуки. Я смотрела даже вот у нее на двух ушах аппаратики. На одном, видимо, более-менее аппарат, и он стоит у нее на троечку, то есть хороший звук. А другой она его прям выключила, на минимум, на самый поставила, потому что, видимо, мешает ей плохо от этого, и вызывает дискомфорт. Не так давно Катя обрела новую семью. Чудо произошло в 2016 году. Девочку взяли под опеку в ту же семью, где сейчас воспитывается ее младший брат Сережа. С тех пор педагоги специализированной школы заметили много изменений. Она очень преобразилась. Она стала прям девочка-девочка такая. Несмотря на то, что вот она такая вся активная и командирша, но она все-таки вот девочка. Видите, она сегодня в желтеньком, в красивом платьице. В новой семье Кате дарят тепло и уход. Но оплатить современный слуховой аппарат для девочки-опекун не в состоянии. Помимо Кати, в семье еще трое малолетних приемных детей. Отца семейства нет. Надежда-опекун сейчас в декретном отпуске. Поэтому и приемная мать, и педагоги интерната вынуждены снова обратиться за помощью в Росфонд. И собрать необходимые 120 тысяч рублей вместе. Точно так же, как вы, наши телезрители, помогли Диме Терпугову из того же интерната. И маленькому жителю находки Егору Костенцу, который благодаря вашей помощи получил возможность лечения в Москве. А теперь, чтобы подарить Кате слуховой аппарат, необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер 5542 со словом «Дети». Учится она хорошо, Катюшка. Ей вот аппаратики еще приобретут. И я думаю, что это, конечно, ей позволит гораздо лучше и быстрее усваивать учебный материал. Поэтому все будет хорошо в этом плане. Катя успешно усваивает школьную программу, занимается настольным теннисом, вместе с тренером задумываются перейти на большой теннис. Катя у нас девочка активная. Вот видите, мы сегодня увидели ее совсем с другой стороны. В школьном коллективе, в классе. Она очень активная. У них в классе одни мальчишки. Она одна девчонка. Но она ими командует, она ими рулит всячески просто этими мальчишками. И они ее слушают. То есть она такая лидерша в классе. Своих целей 10-летняя девочка привыкла добиваться сама, но сейчас ей как никогда необходима ваша поддержка. Свою посильную помощь уже оказали посетители Приморского океанариума. Деньги, вырученные на ярмарки самодельных украшений, открыток и сувениров в общей сложности 9 тысяч рублей, также пойдут на новый слуховой аппарат для Кати. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Субтитры создавал DimaTorzok